Горящий кэшбэк Летишопс работает с более чем 2500 магазинов, связной, с сетелинком видео и так далее. При этом кэшбэк это реальные рубли, которые вы можете вывести на карту или мобильный счет. Представьте сколько вы можете сэкономить за год с горящим кэшбэком. Покупая без кэшбэка вы просто теряете деньги. Поэтому прямо сейчас регистрируйтесь в Летишопс по ссылке в описании и забирайте лучшие горящие кэшбэки. Подумаешь, удивили. Идея двухбалочного истребителя-моноплана с толкающим воздушным винтом была не нова. В погоне за скоростью конструкторы не единожды обращались к летательным аппаратам нетрадиционных схем. Правда, до Сирии такие самолеты в силу разных причин не доходили. А вот шведам повезло. У них сложилась уникальная ситуация, когда и военным приглянулся истребитель именно такой схемы. И было время спокойно, не торопясь, довести необычную конструкцию до ума. Что там еще удивительного? Немецкие двигатели Daimler-Benz от знаменитых 109-х Мессершмиттов. Причем не лицензионные, а поставляемые напрямую из воюющей Германии в мирную нейтральную Швецию. Да и немцы за драгоценный шведский никель были готовы еще и не такое продать. Ах да, катапультируемое кресло пилота. Но даже тут первенство шведов оспаривается. Да и сам удивительный Saab J-21 никогда не воевал. Ему не довелось помериться силами с истребителями стран Оси или антигитлеровской коалиции. Вот и строился он как-то незаметно, обделенный вниманием флагманов мирового авиастроения. А война тем временем подошла к концу, и авиация стремительно вошла в реактивную эру. Разом отбросив даже самые совершенные поршневые истребители в разряд устаревших. Причем для авиастроителей всего мира была предельно понятна простая истина. Под двигатели новой эры нужно с нуля создавать и новые машины. Разве что в Советском Союзе команда авиаконструктора Яковлева в качестве переходной меры при разработке Як-15 использовала аэродинамические решения от поршневого Як-3. И то, объем изменений был таким, что назвать советский реактивный первенец просто ремоторизацией было никак невозможно. А что же в Швеции? Там получали из Великобритании первые реактивные The Heavyland Vampire. Кстати, тоже своей двухбалочной компоновкой очень похожие. И вот тут-то шведских авиастроителей и осенило. А почему бы не заменить поршневую винтомоторную группу J-21 на турбореактивный двигатель? Особую пикантность ситуации придавала то, что на мощностях Saab готовили к производству по лицензии все тот же «Вампир». И о планах ремоторизовать J-21 англичан как-то забыли поставить в известность. Зато опытом конструкции «Вампира» воспользовались на полную катушку. В частности, перепроектировали хвостовое оперение, сдвинув повыше руль высоты, чтобы вывести его из реактивной струи. Ну а дальше дело техники. Установить новый двигатель, дать ему пару боковых воздухозаборников и зашить в обтекатель. Готово. Можно лететь. Трудно описать удивление специалистов The Heavyland, сообразивших, что случилось прямо у них под носом. А что, так можно было, что ли? В небе над экспериментальным аэродромом истребитель необычной конструкции с толкающим винтом, еще вчера поршневой, теперь спокойно летал в одном строю с британским «Вампиром». Правда, J-21R не мог похвастать таким мощным пушечным вооружением, дальностью полета и максимальной скоростью. Однако по остальным пилотажным характеристикам ни в чем не уступал британскому побратиму. И хотя, разумеется, в шведских ВВС реактивную модификацию своего необычного истребителя вряд ли рассматривали как полноценную альтернативу «Вампиру», он прекрасно подходил не только на роль переходного самолета. Он был призван переучить летчиков на реактивные истребители, а сам становился вспомогательным многоцелевым истребителем-бомбардировщиком. Номенклатура ракетно-бомбового вооружения-то от поршневого предшественника к нему прекрасно подходила. И пока специалисты Великобритании, да и всего мира приходили в себя, от инженеров поступил вопрос на добивание. А почему бы не установить турбореактивный двигатель еще и на бомбардировщик СААП-18? Забегая вперед, скажем, что до этого не дошло, ибо вовремя задались вопросом – а зачем? Кого бомбить собираемся? Война-то закончилась. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok